Убежал 1925 215 226 226 234 236 247 247 259 277 277 289 298 259 279 279 259 299 Играет музыка Играет музыка Вы знаете, я 21 июня, но только 2019 года купил себе фотоаппарат, вышел вот сюда снимать и упал астероид, метеорит в России в 300 километрах. Я только след от него снял. Слушайте. Вон, видите, аристарх. Да, ну, ну, смотри. Да, иди, где смотрите. Девочки, это вообще моя... А я бы смотрели в Теодолит. Ну, в Теодолит, сколько в Теодолите? В 18. А, у меня только бюс-фолью пользовался военным. А здесь 125 крат оптического. И плюс еще 4 цифрового. А вы что, изучаете ее? Да нет, это ради развлечения снимаю. Здорово. А мы еще увеличим, чтобы кратеры посмотрели. Сейчас сделаем. Вот это дом. Слушай, как красиво. Слушай, как тебе там не заблуждено. Вот это дом. Слушай, ты просто... Я просто сейчас руками держу, поэтому резкость не могу наводить. А тут с резкостью надо, конечно, сейчас поиграться. Вот это... Сегодня аж после Луны, это я вышел просто пробничек такой сделать. Сейчас должен вылезти Юпитер, Сатурн, потом Марс и потом Венера. И все это будет видно утром. Венера только утром. У нас переместилось. В 3 часа утра я собираюсь здесь где-нибудь торчать. О, так у вас здесь все мне страшно было. Тут одна женщина все мечтает ночью посмотреть на звезд. А вы знаете, почему она такая большая, такая красная сейчас? Ну, потому что свои атмосферы мы же смотрим вдоль. Да, да, да. Вдоль горизонта. Выше поднимется. Потому что очень много пыли. И самое интересное, что это оптическая арма. Но когда поднимется выше, она будет такого же размера. Да, вот это загадка, конечно. Угловые размеры абсолютно одинаковые. Можно монетку приложить и увидеть. Где рабочие. Рабочие, просто рабочие. Вот. Это прям таки странно слышать. Ну, спасибо. У меня жена умнее меня. Все нормально. Все справедливо. Оля, ты иди посмотри, что ты в стороне стоишь. Тут такая красота. А там как? Иди сюда. Я тебе дорогу уступлю. Ты видела, что тут? Я отсюда. Ну, это будет, конечно, на большом экране лучше смотреться. А если посмотри о туманности, хорошо видеть авианы? Знаете, я не разобрался еще с этим фотоаппаратом досконально. Я его не так давно приобрел. И тут надо со светом играться. Я же не профессиональный. Вот методом тыка туда-сюда свет. Я только сейчас как бы под настрою. Какие у нас эти люди? Из какой хобби, да? Вот это увеличение. Ну, кого на что, вы понимаете. Это как бы совершенно случайно увлекся. Купил себе фотоаппарат, а он был 50-кратный. А что же смотреть при таком увеличении, кроме звезды? Меркурия у меня ни разу не получилось снимать. Получалось снимать. Марс запросто снимается. Сейчас до Марса 60 миллионов километров. До Юпитера 650 миллионов. До Сатурна. Они сейчас ближе. 14-го числа будет еще подходить Юпитер на максимально близкое расстояние к Земле-Загаду. Слушай, это уже дело в том, что свет мешает. Вот если бы еще и снять бы Млечный Путь. Млечный Путь, ну это... У меня получалось Плеяды получалось снять. Вот их видно было. То есть как-то настроил я один раз фотоаппарат, чтобы Плеяды получилось. Сегодня они тоже будут. А знаете, что, как Большая Медведица, то есть это средняя звезда, Мегда и Мицер, всадник и наездник. Я настолько хорошо не разбираюсь в астрономии. Слушайте, ну Большая Медведица любит. Ну я знаю, конечно. Вот это раньше, как Рейху, это убрали варену, зрение проверяли. Средняя звезда в ковше большого, в ручке, она двойная. А, видели. Если вы ее видите, но самое интересное. Мы убрали только с хорошим зрением, и пьяные, у которых двоилось зрение. Нет, нет, нет. Если за ней наблюдать, за 4 года она делает полный оборот, полный оборот вокруг большой звезды. И вот можно же сказать слева, справа, сверху. Я же могу сказать, это не пошли вот этот заболон. Это облака, это он облака. Я сейчас снял кадр. Первый раз получилось. Облака нашли, получились усы. То есть лицо человека, как бы, да, на луне. Man on the moon. И на тебя, пожалуйста. Интересно. А когда этот самый лучший видный? Когда вот она вот... А, наверное, сейчас плохо. Там же сейчас очень много пыли. Конечно, конечно. Чем выше она в зените, тем лучше видно. Чем выше, да? Ну, конечно. Она же меньше... Подальше от пыли, да? Да, да, да. Меньше слоя атмосферы. Сейчас до луны 377 тысяч километров. Вот она выше поднимется. Так мы смотрим, ну, скажем, через 100 километров атмосферы, да? Потому что вдоль горизонта. А над нами сколько там? 10 километров. А, конечно, поднимите. Ага, ой, прикольные облака. А как в Тилетнон красиво. Да, конечно, техника сейчас, господи. Представьте, у меня бинокль был, Беркут 50-кратный. И это казалось... А это же этот, Платон. 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 Посмотри, посмотри, Ларь. Какой кратер. Он, по-моему, 80 километров в диаметре. Ох, я извиняюсь, что приходится держать руками. Вот, вот, вот. Вот тут точечка-то, да? Да, да. Он прямо ровный какой. А ты видишь, как он по краям? Да, практически. Сейчас я попробую его зафиксировать, уже навестись. Даже, как пац. Ломка, Ломка, выставляю деньги, или это золото выкунает. Так я выставляю, на YouTube-канал выкладываю. Сейчас вот выложу через 20 минут. И все равно же буду. Посмотреть на нас, и мы подпишемся. Ну, вы запомните, Максим Костенко. Наберете Максим Костенко. Приходится вот так, как вы говорите, ты отдалил вам, да? Я жду, а тут на дороге все. Где? Нет, там. Хорошо, хорошо. А время долго? Сколько, Маша? Тебе домой пора, через... А теперь? А во сколько, что ты там дорожишься? Вот вы. Вот это? Да, 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 да. Во сколько? Во сколько? 25. Ну, извиняюсь. До 10. Ну, хорошо, ладно. Ладно. Но не позже. Если позже, то не пойдем больше. Ну, это там облака просто. Сейчас посмотрю. Так, Ладушки, это пока выключаем. Пока. Пока. Пока.